В Бельгии впервые через эфтаназию прошел ребенок. Разрисающий эту процедуру закон принят в 2014 году. И вот теперь глава Федеральной комиссии по контролю и оценке эфтаназии объявила об этой новости. По его словам, детей, которые рассматриваются как кандидаты на эфтаназию, очень мало. И случай, который произошел, скорее исключение. Неизвестно ни имя, ни возраст, ни болезнь пациента. Есть информация только о том, что это был неизлечимый недуг. Конкретный случай был признан медиками безнадежным. Поэтому они и дали согласие. Бельгия – это единственное государство в мире, где допускается практика прекращения жизни в отношении несовершеннолетних людей любого возраста. Прошение об эфтаназии изучается командой врачей и независимых экспертов. Процедура осуществляется с согласия родителей. Нужно заключение двух или трех медиков. Бельгия рассматривает право на достойную смерть как признак прогресса и декларацию светскости государства. Гуманистические ценности преподают в государственных школах в рамках курса «Неконфессиональная этика», который религиозные ученики слушают с 1 по 12 класс. Религиозным в это время преподают теологию. В Нидерландах эфтаназия разрешена в отношении детей, которые старше 12 лет. В 2009 году пример Бельгии последовал Люксембург. В 2015 – Колумбия и Канада. Верховный суд США в 1997 отказался признавать смерть конституционным правом и оставил вопрос об эфтаназии на усмотрение штатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова